Формула рейдера. Надеюсь, что все ее так или иначе видят. Если у нас есть любой граф, то в нем количество вершин рейдер-экраник связанных вот в такой граф. Я давайте все-таки быстренько докажу эту формулу. Если просто вдруг кто-то все-таки сумел, то надо ее узнать. Значит, сказать кнопку. Как вы раз можете сказать? Да. Планарный тонар. Ну, конечно, у нас все идет на возрасте. Нет, 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 спасибо. Если вы разрешите пользоваться какими-нибудь там ручками, какими-нибудь хитрыми коллегами, то тогда вы можете, что-то, пойти в обход. Нет, разумеется, эти задачи можно ставить, и у нас есть какая-то поверхность с фиксированным количеством ручек, и сколько там пересечений. Это уже что-то из топологии. Ну, а сейчас самая естественная, самая простая постановка задачи. Если у нас есть плоскость, и на ней рисуем график. Между прочим, эта задача, она имеет абсолютно серьезное практическое значение. Дело в том, что когда вы делаете компьютер, то очень трудно делать его многослойно. То есть, обычно происходит методом вытравливания или напыления, у вас, по сути, электронная схема плоская. И представьте себе, что вам нужно, чтобы там где-то передавался ток, и еще передавался ток в другом направлении. И возникает страшная проблема. Вам нужно эту схему делать с развязками. Понятно, что каждая развязка – это, что называется, проблема. И лучше бы, чтобы их было поменьше. Так что к созданию вот этих вот схем, которые работают в компьютерах, ваших телефонах и так далее, эта задача имеет самое прямое отношение. Дело в том, что когда инженеры придумывают свои схемы, то на самом деле получается больше всего через гиграфы, в случае математика, потому что получается огромный гиграф. Вот, и дальше уже возникает вопрос, как его уложить. Так вот, поехали. Вот если так, напомню, что нужно сделать, чтобы самым простым образом доказать вот этот гиграф. Надо просто сказать, что когда есть две грани, и между ними ребром, то при стирании этого ребра, происходит следующий эффект. Две грани объединяются в одну, вот эта вот величина уменьшается на единицу. Уменьшается на единицу. И при этом, ой, только грань, я не туда написал. Хотя, впрочем, ребр тоже уменьшается на единицу, потому что у нас в стекле. Итак, на единицу уменьшается количество ребер, и на единицу уменьшается количество граней. Ну, значит, разность между этими числами не поменялась, все замечательно. Дальше вы, в таком же духе продолжаете, стираете еще одно ребро, стираете еще одно ребро, у вас объединились грани, еще дальше. стираете еще одно ребро, еще дальше объединились, стираете еще одно ребро, объединилось с внешней гранью, стираете, например, вот такое ребро. Ну, вот у вас получилось то, что называется дерево. Что такое дерево? Это граф без циклов. Потому что, когда у вас есть цикл, то он ограничивает грани, и можно стереть ребро, объединить в ту грань, в другую. А у вас получился граф без циклов. Поскольку первоначальный граф был связан, то и этот граф связан. Ну, а дальше тоже легко. Когда вы видите такое дерево, у него берете одну из концевых вершин, так называемый лист, и говорите, что когда вы этот лист стираете, то вы уменьшаете на единицу количество вершин, и вы уменьшаете на единицу количество вершин. Разность между этими числами, опять-таки, не меняется. Значит, вы так вот стерли, потом стерли здесь, стерли здесь, стерли еще здесь, стерли, 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 стерли. И для чего вы стирались? До одной точки. А одна точка – это одна вершин. Ремер ноль, грань одна. Это вся бесконечная плоскость. Действительно получается двойка, а значит и раньше была двойка. Ну, я уверен, что все это на самом деле слышали из сегодняшнего занятия. Это такая замечательная, красивая формула A. Так вот, ребята, так и странно, для реальства это неравенство, используется формула A, которая на первый тест вообще никак не похожа. Продолжение следует... Продолжение следует...